приветствую вас дорогие друзья на своем канале сегодня будет обзор на основное мое ружье с которым я охочу большинство своих охот за исключением перепелины это ружье рементон 1187 значит длина ствола здесь 710 миллиметра ствол имеет сменные дульные сужения вес данного ружья 3 килограмма 900 грамм вот именно в том виде в котором вы сейчас его видите патроник здесь 7 6 то есть ружье рассчитано под стрельбу патронами класса magnum во всем остальном это обычный классический газоотвод существенное отличие данного ружья от современных которые представлены скажем так сейчас в нашем рынке я имею ввиду сторонних производителей в том числе и наши отечественные полуавтоматические ружья это отличие заключается в том что ствольная коробка традиционно выполнена из стали они из легкого сплава что конечно добавляет вес но тем не менее и является скажем так более прочным материалом который способен перенести большие механические нагрузки возможно конечно они излишны но тем не менее вот производители посчитали что это стоит сделать именно так и сделали значит из тех усовершенствований которые я провел над ним это первое был установлен удлинитель той же самой фирмы фирмы риммингтон удлинитель на три патрона со стяжкой и с отверстием под антабку существует два вида удлинителей которые выпускает эта фирма это на три патрона как здесь и на два патрона кстати все эти удлинители настолько унифицированы что подходит к ружьям допустим риммингтон 870 это очень известное помповое ружье естественно ко всем моделям риммингтон на 1187 и моделям риммингтон 1100 далее я установил такую мушечку которая крепится на планку на магните она очень крепкая никуда не соскальзывает при выстреле и очень хорошо фиксируется и позволяет прицелиться более в темное время суток также было установлено увеличенная рукоятка затвора которая позволяет очень эффективно работать в перчатках в холодное время года значит ружье как видите выполнено в пластике пластик очень такого хорошего качества и по прошествии 10 лет вот вы наблюдаете каком виде он сейчас очень приличным то есть практически не царапается значит единственная пластиковой деталью именно в самом механизме ружья здесь можно считать вот эту защитную скобу она выполнена из ударопрочного пластика существует модели ружей под модификация которых называется полис в которых данная деталь выполнена из легкого сплава но каких-либо нареканий на материал этот в интернете я собственно говоря нигде не встречал так еще одной особенностью вернее отличием от наших газоотводов я имею ввиду которые присутствуют на мр-153 и 155 заключается в том что возвратная пружина находится непосредственно здесь прикладе они на самой трубки магазина как на и мерках во всем остальном это обычный газоотвод значит предохранитель здесь находится в классическом месте на самой скобе и еще наверное вы успели заметить я специально держу камеру именно под таким ракурсом что здесь здесь нет кнопки кнопки при которой допустим мы на классических полуавтоматах нажимаем на которую и патрон у нас досылается в патроне здесь эта кнопка присутствует вот именно вот здесь то есть вот вот такая вот система честно говоря я привыкал именно к этой кнопки недели на на две после того как подарил свое ружье мр-153 и купил себе вот именно вот эту модель но привык быстро и сейчас сейчас никаких либо я неудобств по этому поводу абсолютно не испытываю значит у данного ружья что касается качества его изготовления есть один недостаток ну я не считаю его существенно но тем не менее сказать о нем я считаю нужно покрытие изначально было очень низкого качества и буквально через год через два она начала сходить и ружье подверглась очень сильным уржавлению особенно после попадания под дождь либо в каком-то в каком-то тумане пружье покрывалась пятнами я пришел к выводу что мне обязательно нужно это покрытие ну естественно сделать новым выбрал я метод ржавого лака и собственно вот сейчас по прошествию где-то 7-8 лет вы видите как этот ржавый лак держится на моем ружье то есть каких-либо потертости в принципе и нет хотя я напомню это основное мое ружье то есть практически 90 процентов охот процентов охот я именно хожу с ним соответственно естественно трется ибо одежду и об одежду и руками и и там потные руки то есть которые могут воздействовать на само покрытие но тем не менее вот пожалуйста но на очень достойном уровне и в принципе никаких дефектов здесь не наблюдается так что слабое место которое присуще в принципе всем наверное ружьем независимо от производителя вот как говорится этот дефект я устранил итак ружье риминтон 1187 всем удачи всем до свидания